здравствуйте я из петербурга о харьков великолепный город 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 залезобетон как еще называют почему почему выставил против оккупанта уничтожил направление освободил свои землю ну как это в каких в каких годах в каких годах я тебя понял дурачок обычный хочу вы хамите ну вы вы обзываетесь в смысле не проехали проехали вам лучше от хамства у вас потребность какая-то не просто характеристику ну как бы дал в каких годах там это весь вопросами задают я понял дурачок обычный ну повторю вы опять хамите а можете себя как-то сдерживать немножечко от этого не не я с дурачками как бы я всегда привык на пребату говорить я с дурачками как бы всегда но вы можете обосновать что-то ну давайте потому что сейчас есть телеграм-каналы из новости потому что харьков начали называть например город там ну залезобетон это после того как после российской агрессии была остановлена агрессия на подступах харькову потом освобождена область ну это все как бы людям известно а если дурачку неизвестному а вы считаете что если человеку что-то неизвестно то он дурачок да он дурачок докатался пищу больше притворяем а что вам известно что нейробиологии и физики а я туда не лез ну значит вы дурачок я туда же не лез так и я не лезу я вас спросил просто что вы имеете ввиду это вы об этом упомянули а я попросил уточнить 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 нет харьков это город-герой еще со времен 2 мировой и сейчас тем более то есть я тем более справедливо задал вопрос что вы имели ввиду что мы имели ввиду я вас спросил о каких коздачных говорите я подразумевал нынешних временах или прошедших я сейчас только что подтвердили так что ну вы продолжите определенно славе дурачок дурачка себя ломаете в чем в чем то во всем ну например да во всем ну понятно аргументация конечно очень интересно или только обзываться диалог или нас из-за рассказни в диалоге не рассказывать рассказывает диалоги рассказывать если есть вопрос тогда какой выбор раскрыть ни и из каждого 2 если там расскажуJSk потому что диалоги есть вопрос ответ он зада и вы можете что-то рассказывается что-то воmmmluc что заинтересует да все что угодно у вас на душе да меня интересует например рыбалка на боковой кивок весело расскажите вы рыбак ну хочу стать хочу стать хотите стать да посоветуйте мне посоветую купить удочку катушку блески потом в рыболовную там катушку и национку или без национку и в принципе пару крючков а как рыбные места как вычислить можно можно обычным таким наглядным методом если рыба плещется а можно а можно себе а холод купить это тоже как-то слишком уже серьезно серии озер не там уже там давно нам закинули динамит или и уже ничего не или завод сбросил свои сбросы и там все давно сдохло понятно ну то есть сахалотом верно сахалотом это вообще самое верное принято принято слышите но вот уже первая часть разговора напряженная сейчас про рыбалку заговорили в порядке почему так предустановка не ну я не рыбак но я правда очень хочу заняться заняться есть планах а какая рыбалка вообще ну вот такая на машине к озеру к речке подъехать кинуть удочку это на мирную рыбу нормальная такая вещь нормальная незатратная вещь и для организма и для души медитативная вот лучше туда агрессию сбрасывать а не там не получается сбрасывать агрессию вообще там наоборот получается как бы свой организм утихомирить умиротворить но не так выразился чтобы не приходилось агрессивно лучше туда вот это вернее и не будем ругаться в чатру рулетки правильно да слушайте ну просто но я сейчас не в обиду я обобщаю очень много людей сейчас в чатру летки агрессивно настроен начинают сходу там обвинять вопрекать что-то там навешивать ответственность ну и вот лишь бы высказать слушать не хотят ну просто как-то искренне себя вести не хотя я выступаю за то чтобы люди разговаривали все-таки с одной стороны есть агрессия с другой стороны да безусловно ну ситуация тяжелая от каждого из нас зависит во что это выльется дальше я вам скажу особо от каждого из нас мало что зависит я считаю зависит на пример приведу что я не понятно если мы с вами сейчас просто разосрались бы да матюкали друг друга разошлись вот в сердце бы осталось вот это если мы потом жизни встретились нужно мне ложка было бы как минимум и начать разговор а так вот мы с вами сможем взяться заговорить про рыбалку и нормально будет когда война закончится знаете во первых своей практике своей жизни самые такие ну как бы друзья там не друзья или хорошие там такие вот какие-то знакомые крепкие всегда все начиналось с хуёвого практически всегда с какой-то ссора с какой-то там драки блять всегда потом становились там и кумовьями и друзьями там это одно во вторых если бы мы с вами встретились или поссорились во первых мы бы и друг друга не узнали потому что здесь это такая текучка это здесь так поболтать да ну я утрирую что вот чем больше людей между собой ссорятся больше вероятность что они в реальной жизни потом тоже не найдут общего языка но это будет тяжелее больше времени займет ну так а что сделать так сейчас такое сейчас время мы живем в состоянии войны ну я считаю что выжили у нас государство а люди между собой народы между собой не должны не должен начать нет такого понятия воюет государство люди не должны воевать ушла потому что воюет именно люди ну ладно дополню свою фразу народ между собой народ и между собой не должны воевать пока есть такая возможность вот если каждый человек сидит дома нет потребности идти и стрелять не надо и стрелять об этом говорить когда уже война происходит когда уже перебита народа по сравнению по второму месту после второй мировой ну нет нет конечно не второе место после 2 мировой но народу погибло очень много и это очень печально и это ужасно это просто тут невозможно это а где был масштабнее а где был масштабнее конфликты и с жертвами после второй мировой чем сейчас между украиной россии да слушайте много войн было в африке сколько народу было а смертей а смертей я же говорю африка латинская америка азия там постоянно столько всякого арабские страны там нету такого масштаба такой утери техники и таких потерь ну в момент времени на единицу времени конечно да потому что сейчас воюют такими современными массовыми средствами я тут согласен со второй мировой этап типа конфликт и так что поздно сейчас говорить как там что люди но надо настраиваться уже на следующий этап будущее типа это кончится и надо будет налаживать связи на а пока у каждого есть своя борь с каждой свои какие-то погибшие какие-то друзья знакомые родственники есть тяжело да вообще сорвался я ничего не делал ну вот ну не то чтобы я горжусь собой мне радостно когда так получается когда чувак вот уже был там занес руку над мышкой чтобы переключать да и все-таки удалось как-то найти хоть какой-то общий язык понятно что он там с этой со своей повесткой со своей колокольни это все судит может быть действительно это личная боль может быть под воздействием пропаганды но в итоге то человек спокойно высказывается и хотя бы ведет диалог хотя бы уже как-то можно наводить мосты блин но это вот я считаю два шага и мы начали бы сотрудничать в чем-то если вот сейчас его вынуть из этих условий там обстрелов грохота и так далее если он харьковчанин то он все-таки плюс-минус в этих условиях находится если его вынуть из них то нормально будет сосуществовать другими людьми он не будет там проактивный искать себе проблем на жопу блин и проб проактивно создавать другим эти проблемы ну мне хочется в это верить